Любовь Михайловна, расскажите, пожалуйста, давно планировали ремонт? Ремонт вообще не планировали. И вот такая случайность очень приятная. Министерство культуры Российской Федерации долгие годы помогало театрам детским. И вот в этом году они решили, что театрам, которые работают на взрослого зрителя, тоже нужно помочь. Когда у нас спросили, что нам необходимо, я, знаете, так, понимаю, что нам никогда в жизни этих денег не дадут, сказала, нам необходима замена кресел. И аллилуйя, так случилось, что Министерство культуры Российской Федерации деньги нам эти выделило. Но в связи с тем, что вот мы сняли старые кресла, видно, что в зале уже кресел нет, сегодня необходимо отреставрировать паркет, потому что те места крепления, в которые были прикреплены кресла, старые, они, конечно же, не совпадут с креплениями новых кресел. Поэтому нужно вот эти небольшие совершенно дырочки заделать. Понятно, что сразу есть такая возможность его отшлифовать, снова покрыть лаком, и потом уже поставить новые кресла. Поэтому вот это вынужденный ремонт паркета, потому что он еще достаточно хорошо выглядит, но, говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня мы отреставрируем паркет, поставим новые кресла. Я думаю, что они будут такие же удобные, как были наши старые. Вот такое вот счастье у нас произошло. И это, конечно, не ремонт, это, я думаю, что можно назвать реконструкцией зрительного зала. А сколько в общей сложности бюджет реконструкции? Ой, ну получается где-то 23 плюс 3. Ну где-то, наверное, 27-28 миллионов. Достаточно серьезная цифра. И, конечно, здорово, что основную массу денег этих дало Министерство культуры Российской Федерации. Любовь Михайловна, расскажите, пожалуйста, когда планируете завершить ремонт? У нас нет выбора. Нам, Министерство культуры, в лице министра Елены Евгеньевны Безруковой, поставили задачу о том, что Шукшинский фестиваль ежегодно, который проходит на сцене нашего театра, должен быть 19 июля. Зрители должны прийти в зрительный зал, сесть на новое кресло и посмотреть все, что будет происходить на сцене. Поэтому 19 июля кресла должны стоять. И я очень надеюсь, что мы выполняем эту задачу. В нынешнем сезоне будут еще спектакли? И если да, то на какой сцене? Мы в этом году вынуждены были скомкать закрытие сезона. У нас нет, как обычно это бывает, парада премьер, нет закрытия сезона торжественного, потому что нам нужно срочно готовиться к открытию следующего сезона и к краевому такому серьезному мероприятию, как фестиваль Шукшинский. Поэтому вот все. Единственное, хочу сказать, что мы свою работу не останавливаем. Мы приступаем ко второму этапу лаборатории Шукшинской, Шукшин, миф и реальность. И у нас приезжают пять драматургов и три режиссера, которые будут, они сделают такие читки произведений, которые авторы написали специально для нас после первого этапа нашей Шукшинской лаборатории. Что из этого получится? Посмотрим. А дальше будем планировать уже ставить эскизы по этим пьесам. Любовь Михайловна, знаю, что у вас на постоянной основе будет режиссер. Давно такого не было. С чем вообще связано и как повлияет на театр в целом? На постоянной основе режиссера у нас были и совершенно недавно. У нас не было главного режиссера давно. Я очень надеюсь, что все наши переговоры, которые я веду сегодня с режиссером, окончатся подписанием контракта. И как только он подпишет контракт, я сразу соберу пресс-конференцию, представлю его коллективу, представлю Алдайскому краю. Надеюсь, что, в общем, основную нагрузку по ведению репертуара, актерские всякие, то есть все творческие дела, я очень надеюсь, что он у меня заберет, и я вздохну с облегчением, у меня появится больше свободного времени. Почему решили взять режиссера? Да, я решила давно это. Я все годы, которые я здесь работаю, я все годы ищу себе помощника, потому что очень сложно работать одной, и, что называется, работая за двоих, а сутки они 24 часа больше не бывают. Все дело в том, что были обстоятельства, когда я предлагала многих режиссеров, и правительство Алтайского края не согласовывало мне. Не министр, а правительство. Как получилось, что вам развязали руки? У нас губернатор поменялся, и мне развязали руки. Ну и расскажите немножечко о предстоящем сезоне. Какие-то, может быть, новинки можно ожидать? Летом приедет Галина Зальцман репетировать спектакль «Облакарай» Григория Николаева. 1 сентября мы откроем сезон этим спектаклем. Дальше режиссер, который должен стать главным режиссером театра, в октябре выпустит спектакль свой первый на нашей сцене. И новогодняя сказка «Губернаторская елка», как обычно. В этом году мы хотим сделать спектакль по сказкам Бажова. Пока режиссер пишет сценарий, что это будет, не знаю, но это должно быть красиво, красочно, потому что я даже с детства, у меня всегда Урал и Алтай. Как-то, в общем, я не очень различала. Это все равно горы, это красота, это камни. Вот, надеюсь, что такая красивая сказка у нас появится. Спасибо большое, Любовь Михайловна, за разговор о реконструкции. Надеемся, она побыстрее закончится, и зрители вновь вернутся в театр драмы. Да, мы тоже очень надеемся и ждем зрителей. Спасибо. Спасибо.